Здравствуйте дорогие друзья, гости и подписчики, с вами Борис Борисов и я рад вас приветствовать на канале 7 семян. А вы знали, что интернет-магазин 7 семян это не только интернет-магазин, а теперь это правильное название онлайн супермаркет. Это говорит о том, что количество товаров в одном месте стало гораздо больше, чем было ранее. И в том числе в ассортимент нашего магазина добавились новогодние украшения в виде гирлянд. Я думаю, что вы со мной согласитесь, что не только летом садоводам хочется видеть свой участок красивым, свой дом красивым, но и зимой нам хочется какой-то новогодней сказки, новогоднего настроения. А что же может подарить зимой нам новогоднее настроение? Это конечно же ель, запах мандаринов и конечно же огромное количество световой иллюминации. И сегодня я с вами хочу поговорить о зимнем украшении своего участка, потому что я уже третий год буду украшать свой дом. С самого начала октября я начал украшать свой участок, но мне как-то все не нравится, поэтому я пока еще в творческом процессе. И количество конечно же иллюминации в этом сезоне у меня гораздо выше. В том числе я получил недавно посылку из нашего интернет-магазина. Мне бы хотелось вас предостеречь от излишних трат, если вы планируете украсить свой участок. Ведь потому что за три года, когда я приобретал себе различные гирлянды, к сожалению, вот именно информации по уличным гирляндам, ее действительно очень мало. И я постарался вам собрать все по крупицам, все что я знаю. Ну во-первых, не каждая гирлянда подойдет для уличного украшения. Это нужно понимать, потому что у каждой гирлянды есть своя степень ветра, влагозащиты и морозостойкости. Для улицы подходит три вида гирлянд. У них есть такое называемое, так называемое определение IP. Для улицы подходит IP с тремя видами. Может быть есть конечно другие, но про них я не знаю. Поэтому у меня гирлянды только с двумя IP. Два вида есть их. Есть еще третий, но он самый, как вы знаете, самый-самый крутой для любительского использования. Это IP44, IP54 и IP65. Чем выше IP, тем выше уровень стойкости самой гирлянды к улице. Если брать гирлянды ниже IP, ниже 44, это все должно быть указано в описании к товару, либо должно быть все указано на упаковке. Обязательно. Это должно быть прописано либо в инструкции, вот это так называемое IP. От этого будет зависеть, во-первых, его качество самого изделия, его морозостойкость, ветра и влагозащита, чтобы ничего у вас не взорвалось, не загорелось на улице. И от этого, конечно же, зависит стоимость. Стоимость уличных гирлянд в разы выше, чем гирлянды, которые мы используем с вами дома. Я по своей неопытности однажды приобрел себе гирлянды, так называемые уличные, в обычном магазине, и при температуре минус 2 градуса, они все на улице, то есть, когда я их начал уже эксплуатировать, они все лопнули. Лопнули, и, как говорится, ничего с этим сделать нельзя. Пошли на выброс. Гирлянды с IP44, они подходят для южных регионов, и не только, конечно, потому что вот у меня сейчас вы можете увидеть два вида гирлянды с IP44. Я, честно сказать, думал, что самая толстая гирлянда, которая у меня есть, и самая прочная, она имеет IP65, потому что цена у нее самая высокая из тех гирлянд, которые у меня имеются. Оказалось, что это гирлянда с IP44, но все зависит от производителя и от качества провода, чтобы провод на морозе не лопнул. Вот в руках вы можете увидеть у меня такую вот разноцветную гирлянду, она имеет IP44, но здесь и цена, во-первых, гораздо дешевле, и сам провод, он не очень, не очень прочный. Раньше я украшал практически только этим видом гирлянд. Гирлянды хорошие, по цене тоже нормальные, но они не такие прочные. Другое дело IP44. Другой производитель IP44. Вы посмотрите, какой здесь шикарный провод. Его даже не порвать. Здесь, во-первых, сделана очень хорошая медная проволока, и сам по себе провод, он прорезиненный, и, конечно же, на морозе он не лопается. Эксплуатировать такую гирлянду можно при температуре до минус 30 градусов, можно проводить ей украшения. Сами по себе вот эти вот нити, они подмораживаются, и работать просто будет неудобно, поэтому желательно производить монтаж изделий при положительных температурах. Гирлянда бахрома через каждые 20 сантиметров имеет вот такие вот сосульки, которые очень красиво смотрятся на доме или на каком-то помещении. Смотрите, сама по себе она статичная имеет свечение, и только один диод, он светится. Еще плюс таких вот гирлянд в том, что, во-первых, ну они морозостойкие, это первое, и, конечно же, их можно между собой соединять. Уличный гирлянд для соединения имеются вот такие вот коннекторы. И можно между собой одну гирлянду соединить с другой и сделать такую непрерывную цепь от одного питания. Но, как правило, это не более 10 гирлянд можно соединить вместе, или нужно смотреть по инструкции от производителя, сколько же гирлянд можно соединить в одну цепь. Эта гирлянда тоже с IP44, и она имеет высокий процент холодостойкости, поэтому и стоит она гораздо дороже, чем та, которая показывала вам перед этим. С другой стороны у меня находится гирлянда с IP44. Смотрите, какая классная. Здесь и также другой провод. Все они отличаются по проводам, по свечению. Но здесь я выбрал специально такой вот желтый цвет. И это тоже у меня бахрома. Две штуки я себе приобрел. Смотрите, ну она, конечно, после того, как я вынул ее из коробки, они скручены сами по себе, вот эти вот сосульки, поэтому нужно их будет расправить дома в тепле. На улице это делать нежелательно, потому что все равно можно произвести порыв самих по себе нитей. Поэтому все нужно все равно делать аккуратно. И вот такие нити я также буду использовать с IP54, которые имеют гораздо высокий степень ветра и влагозащиты, и тому же марозостойкости. К сожалению, показать вам гирлянды с IP65 у меня нет возможности. Как оказалось, у меня их просто нет. 44 и 54 самые распространенные, самые-таки более доступные по цене. Для украшения дома, конечно же, подходит и нить. Можно украсить деревья, можно украсить карниз дома, можно украсить забор. Все это буду я делать, но чуть-чуть позже, потому что у меня еще в голове не родилась та идея, которую я бы хотел бы реализовать. Ну, все еще пока нахожусь в творческом процессе. Думаю, что в завершении данного видеоролика меня будет практически не видно, но зато видно ту иллюминацию, которую украсил свое дерево. И хотелось бы подвести итоги. Обязательно для улицы с вами используем гирлянды с IP44, 54 и 65. Все, что ниже этих показателей, для улицы использовать нельзя и небезопасно. Гирлянды с IP меньше, чем 44, используем с вами только в помещении. И специально для зрителей нашего канала по промокоду «Лампочки». Действует скидка 15% на все гирлянды, представленные в нашем интернет-магазине. Переходите, делайте свои заказы и обязательно отмечайте нас в социальных сетях с пометкой «семь семян» и делитесь своим праздником. На этом, дорогие друзья, надеюсь, что ролик был полезным и интересным. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Увидимся с вами. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok